Вся инфраструктура, вся социальная система, основа промышленности, мы живем в том, что или было сделано при Сталине, или в том, что было спланировано при Сталине. Также Байкал-Амурская магистраль, апофеоз Брежневской эпохи, ее начали строить как раз перед войной. Потом разобрали, потому что было не до этого, начали строить перед войной. То есть, та система, в которой мы живем, ее сделал Сталин. Может, нравится, может, не нравится. Дело вкуса и политических пристрастий, но после Сталина те люди, которые проходили, и даже некоторое время, некоторое длительное время были во власти, они ничего принципиально существенного не сделали. Даже, прости господи, демократия, я понимаю, что для многих это ругательство. Знаете, ведь Конституция 1936 года, она была действительно самой демократичной Конституцией того времени. И одно из объяснений террора 1937 года, чудовищного многоуровня, заключалось именно в том, что это было восстание. Тогдашний парт-хост-номенклатуры против идеи альтернативных выборов, которые товарищ Сталин не просто там где-то, так сказать, в дневниковых записях что-то записывал, а он это провозгласил и пытался это дело внедрить. Другое дело, что на носу была Вторая мировая война, в мире пахло порохом, внутри произошел взрыв. В том числе и в виде протеста этой парт-хост-номенклатуры, которая испугалась тупо за свое место и стала защищать всех конкурентов хуже, чем Единая Россия. Но эта идея была. И когда мы оглядываемся вокруг, то мы видим, что есть проекты воровства, есть проекты уничтожения, есть проекты коррупции. А те проекты созидания, которые есть, они в основном, это или то, что было прервано, начато при Сталине, либо то, что тогда задумалось, но потом отложили. Опять-таки, можно как угодно в меру своей необразованности относиться к этой фигуре, в меру личных трагедий относиться к этой фигуре. Но как-то он в какой-то беседе, очень доверительной, сказал, что я не Сталин. Сталин – это Советский Союз. И в определенной степени так и было. Произошло растворение личности в обществе, в государстве. Я приношу извинения перед теми, кого это покоробит сравнение. Но две тысячи лет назад один молодой плотник был распят. Вернее, сын плотника. Сын плотника, и сам, по-моему, тоже плотник, родился две с лишним тысячи лет назад. Чуть меньше двух тысяч лет назад был распят. Как-то до сих пор огромная часть человечества переживает это событие как свою, не то что современность, а повседневность. Ну да, здесь фигура масштабом на несколько порядков ниже. Окей, я согласен. Но давайте сравним с тем, что было после него. Великолепный, гениальный интриган и интуитивист Хрущев, человек без стратегического проекта, который бодался с партхостной номенклатурой, был ей съеден. И, судя по всему, он так и не понял, что он борется с классом, который вышел из-под контроля из-за смерти Сталина и в ходе этой смерти. Брежнев, который просто отпустил вожжу и сказал, пилите, Шура, пилите, они внутри золотые. И вошел в историю, как человек, при котором было сладко жрать и все остальное, но при котором страна вошла в стадию неконтролированного распада. Ну, Андропов это эпизод, Черненко это эпизод, Михаил Сергеевич Горбачев это катастрофа, доказательство того, что хороший человек не есть профессия, а есть как бы и похуже. Борис Николаевич Ельцин, это клиника, это распад в клинической форме. Товарищ Путин, который попытался что-то собрать, после чего все задумались, а вообще это того стоит, с одной стороны, а с другой стороны, а зачем? Когда мне было, наверное, около 20 лет, 21 год, я написал, ну, была демократия, 22 года. Я, как раз первое разоблачение пошли, с 87 года я их прочитал с сильным опозданием, я написал такую гневную, гневную Филиппику в адрес Сталина. Попала эта Филиппика очень-очень пожилому дедушке, которого советская система жевала, но не проживала. Он еще попал в ГУЛАГ заключенную, вышел оттуда офицером ГПУ, который внедрял хозрасчет. И он сказал, что, знаете, молодой человек, все это понятно, что вы говорите, но, знаете, все это ерунда. И начал просто вот по пунктам разбивать все мои обвинения, нахватанные из публицистики Солженицына. Он их разбивал просто по пунктам. И я в полной невесомости, в полной утрате всех жизненных координат, ну, у меня у Семи тоже есть история, я знаю, что Сталин плохой. Но он-то мне показывает, что или, а, это был не он, или он был хороший, или по-другому было нельзя. И я в полной прострации говорю уже совсем детсадовскими словами. Я говорю, подождите, так вы хотите сказать, что Сталин был хороший? Так я правильно понимаю. И он на меня посмотрел глазами такого мудрого человека, который смотрит на вот такого шестимесячного щенка, который свой хвост ловит еще. Говорит, нет, молодой человек. Сталин был плохой, но совершенно не потому, что вы говорите, это, извините, ерунда. Дальше была чеканная формула. Сталин был плохой, потому что созданная им система породила Горбачева. Он создал систему высокоэффективную. Некоторые управленческие решения этой системы не решены до сих пор, скажем. Спецкомитет Берия, которым, ну это такое упрощенное название, их на самом деле было 4 этих спецкомитета, но их всех курировал Берия. И они создали межконтинентальную ракету, они создали атомное, а потом водородное оружие, и водородное мы уже создали абсолютно сами, без всякой помощи разведке. Они создали противоракетную оборону, необходимую для этого электронную базу. То есть административное руководство творческими людьми – это проблема, которая не решена до сих пор, ни в каких условиях. Каждый год выходит килотонная литература, которая просто лишний раз подтверждает, что никто не знает, как управлять этими людьми. Эта задача была решена на ходу, на коленке. Но эта система, она оказалась не жизнеспособной. Потому что Сталин опирался на класс партхозноменклатуры, он его создал. Этот класс устроил первое восстание против него в 1937 году. Он понял, что он не может держать этот класс один, заменив собой государство. Он попытался создать механизмы ротации, механизмы хотя бы ограниченных выборов снизу, у него не получилось. И дальше эта система его съела. Но огромное количество социальных технологий, которые тогда были отработаны, они просто ждут своего часа. Они должны быть реализованы. При этом феноменальные вещи. Например, в 1938 году пик террора, экономика в ауте. Только что посажены люди, которые переписали население и обнаружили, что население на 18 миллионов человек меньше, чем должно было быть. Это коллективизация, террор, общее перенапряжение сил. Только-только начинается переход от Ежовщины к Биареевщине. Происходит либерализация. В этих самых условиях малый бизнес Советского Союза, который тогда назывался промкооперацией, отдавал 6% промышленного производства страны. Это как бы не больше, чем сейчас. Льготы он имел отчетливо более высокие, чем сегодняшние льготы. Даже были конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Первые телевизионные приемники, первые радиолы выпускались малым бизнесом. Это не только замки, которые во многих семьях еще остались с печатью артель. Такая-то, нет. Это самое высокотехнологичное, что на тот момент было. Это производилось малым бизнесом. Другая история. Стимулирование труда. Хозрасчет был введен в лагерях в начале 30-х годов. Первое решение внедрения хозрасчета во всю экономику. В феврале 41-го года. Пленум ЦК ВКПБ. Решение очень хорошо показалось в лесной промышленности. Понятно, где это. Да, значит, должно быть применено по всей стране. По всей стране применить не удалось, потому что война не до хозрасчета. Но с конца 30-х годов, еще до этого пленума, он применялся в высокотехнологичных отраслях. Система стимулирования, повышение эффективности труда, снижение себестоимости, это было первое, что было разрушено хрущево. Вы должны произвести условный молоток. Есть технический параметр этого молотка. А дальше начинается, что за каждое улучшение значимого параметра ваш трудовой коллектив получает такую-то премию. Снижение себестоимости, снижение веса, повышение удобства. И все это с немецкой пунктуальностью расписано в деталях. Допустим, вы улучшили изделие. Вы получаете премию. Эта премия делится на две части. Одна половина делится на всех поровну. Не важно кто, директор, завхоз, уборщица, на весь трудовой коллектив делится поровну. Вторая часть, извините, это не половина, в разных местах было по-разному. Она выделяется целенаправленно двум людям. Руководителю, который организовал процесс улучшения, это не обязательно главный начальник, а может быть бригадир, может быть прораб. Его находят и ему дают. И второе, тот, кто придумал, как это улучшить. В результате, в чем была проблема советской уравнилышки? В том, что когда кто-то придумывал, как сделать лучше, тут же задирали план, и нагрузка на всех увеличилась. А здесь ничего подобного. Здесь кто-то придумал, как сделать лучше, и всем выдали вполне ощутимые деньги. Ну, а он мог получить неимоверное количество денег. Значит, весь трудовой коллектив не просто холит и лелеет, на руках носит этого умника. Он сам ищет в своих рядах, кто может что-нибудь придумать интересное. Потом трансформировать вот этот вот несчастный пиар пришел к самой передовой технологии стимулирования именно высокотехнологичного труда, который у нас забрали японцы. И Япония стала великой страной, в том числе за счет этой технологии стимулирования труда. Может быть, через японских военнопленных перенесли, может, еще как-то, не знаю. Это тоже Сталин. И когда мы смотрим, у Сталина была идея. Советский Союз должен выжить. Мир завоевать или полный мир завоевать, это уже детально. Это уже как получится. Но он должен выжить в абсолютно враждебном кружении. То есть он должен быть умнее всех, круче всех и сильнее всех. И на пути к этому было сделано неимоверно много. Да. Какой ценой, скажем? Ценой неимоверной. Падение рождаемости – самая простая вещь. Но у нас были периоды, когда была запрещена смертная казнь, например. При этом методы были воровские. Но когда мы говорим о Сталине, давайте не будем забывать, что это исчадие гражданской войны. Что это жестокость, которая непредставима даже тем, кто помнит историю Великой Отечественной войны. Это жестокость, это беспощадность. А потом была жесточайшая война за властью. Когда были, так сказать, плеяды ленинских интернационалистов, которые считали, что Россия – это хворост в костре мировой революции. И если хворост сгорит, а революция не получится, ну и черт с ним. Туда ему и дорогу этому хворосту. И война между ними при всей интриганской изощренности и, так сказать, гибкости альянсов была абсолютно жестокая на уничтожение. Люди, которые прошли гражданскую войну в любой стране мира, они другого не понимают. Это война с другой страной. Можно взять людей в плен, держать их в лагере, а потом выпустить и отправить обратно. А гражданская война означает уничтожение. Только так. И на фоне остальных, да, на фоне остальных деятелей, которые просто не получили возможность реализовать свои представления прекрасным, Сталин, в общем-то, зверем совсем не выглядел. На самом деле история Советского Союза не написана. Я хочу это подчеркнуть. Мы знаем какие-то куски, какие-то обрывки. Сталин смог начать формирование советского народа. Сталин смог создать мощный социальный оптимизм. Какой ценой? Да. Но, знаете, когда мы говорим о войне, то мы должны понимать, что это не только гитлеровское нашествие, вот звери-фашисты. У Сталина был проект, и если вы хотели вписываться в этот проект, в эту стратегию, у вас был хороший шанс. Сталин строил, пытался построить цивилизованное общество. Пытался построить гуманное общество. Представления о гуманизме были очень специфические. И знаменитая фраза, за которой последовал чудовищный террор, о том, что с укреплением социализма классовая борьба только нарастает, она очень интересно сконструирована. Эта фраза сказана так, что на поверхности, да, вот все эти представители бывших угнетенных классов, они затаили злобу, и теперь их нужно добивать окончательно. А смысл того фразы другой. Смысл фразы, что сложилась опять новая бюрократия, которую нужно уничтожать, перемалывать и, так сказать, ставить на службу обществу. Ориентир войны был направлен в другую сторону класса. И чем отличается террор 1937 года от коллективизации? Террор 1937 года отличается тем, что шли под нож огромное количество, не все, и обычные люди попадали в жернова в безумных количествах. И я верю всем этим рассказам, что на Лубянке до сих пор лежат неразобранные доносы того времени. Может, просто помню, что нельзя все это использовать. Но огромная часть невинных жертв, это были те же самые НКВДшники, те же самые ГПУшники, те же самые секретари райкомов и обкомов, которые требовали повышения лимита на расстрелы. Больше всех, кстати говоря, максимальными требованиями на количество людей, которые должны быть расстреляны и посажены в лагеря, прославился Никита Сергеевич Хрущев, который, значит, его аппетиты в разы превышали аппетиты всех остальных. Это на его докладной бумажке Сталин написал резолюцию «Умись, дурак». Именно по этому поводу. И я просто не могу не привести пример. Уже во время войны Гопкинс, по-моему, помощник Рузвельта, спросил Сталина о коллективизации. Сталин посмотрел и сказал, что это длилось 4 года, и это было ужасно. Это цитата. Это не публицист сказал, это сказал человек, который свои слова отмерял крайне скуп. То есть я не хочу сказать, что Сталин был хорошим. Совершенно нет. Выпаси Боже. Но это был человек, который в той ситуации избежал уничтожения российской цивилизации. Неимоверной ценой, большой кровью, чудовищными ошибками. Потому что когда один человек подменяет собой государство, будь вы любой гений, вы не можете собой это подменить. Но он, по крайней мере, пытался, по крайней мере, один раз демократизировать систему, как это не смешно звучит. И его ненавидят люто. Не за то, что он пролил реки крови. Люди, которые его ненавидят, страшно любят Петра Первого, при котором население нашей страны сократилось на третье. Люди, которые его ненавидят, вполне терпимо относятся к Ивану Грозу. Они ненавидят его не за то, в чем он был плох. Не за насилие, не за террор, не за разрушение. Я имею в виду либералов. Либералы ненавидят его за то, что он Советский Союз противопоставил Западу и позволил Советскому Союзу выжить. Вот квинтэссенция претензий к Сталину это то, что говорилось в очередях за пивом в конце 80-х годов ветеранам. А если бы не ты, дед, мы бы сейчас Баварское пили. Но мы сейчас пьем Баварское. Когда шампанское пьет народ устами лучших своих представителей, только что-то от их представителей как-то очень мало. Менее 3% от общего состава населения. А все остальные живут в большой неопределенности и в большом страхе. Вина Сталина перед нашими либералами сродни вине Достоевского. Ведь Чубайс сдержанный человек, корректный человек, с очень холодной головой. Единственный раз, когда он впал в неистовство, как следует из его высказываний, не касаясь политической борьбы, это когда его спросили про Достоевского. Он сказал, я готов рвать его на части. Таких людей, как эти. Это враги. Почему? Не только потому, что Достоевский задолго до появления Чубайсов, Гайдаров и прочих подробинников раскрыл омерзительную сущность либерализма, его ненависть к России. Нет. Бешим. Да. Не только. Просто Достоевский – это человек, который защищал российскую цивилизацию. Это называлось русской цивилизацией. Это называлось империей. И бывший каторжник находился в очень доверительной переписке с Победоносцевым, жутким реакционером, и они вполне друг друга понимали. И самый недооцененный из наших царей, наверное, после Алексея Михайловича Тишайшего, это Александр III, который после смерти Александра II, которого убили в результате либеральных реформ, он просто навел порядок. И его правление было очень разумным и очень рациональным. Достоевский – это человек из серии Александра III. Сталин – продолжатель той же самой линии. Если Николай II – это предшественник Горбачева с теми же самыми последствиями, с теми же самыми благими порывами, которые заканчивались катастрофами, с тем же самым гуманизмом, который кончался кровью и так далее, с тем же самым стремлением снять себя ответственность, который кончался трагедиями, то Сталин под хомут исторической необходимости свой загоревок подставлял и тащил. Как он вылез во время гражданской войны? За счет продуманности, организованности и ответственности. У него не было никаких особых гениальных талантов. Он не умел говорить, что во времена митингов, когда Троцкий останавливал бегущую часть, начинал говорить, и люди шли в атаку с интернационалом и погибали. Без децимации, без расстрела, за счет ораторского дара. Крошечный, невзрачный человечек с кривой бородкой и пинцной. Сталин так не умел, но он был организатором, он был ответственным. И за счет этого, именно за счет гиперответственности, он выполз наверх. Именно за счет этого он завоевал власть. Есть такой человек, Андрей Караулов. Не самый симпатичный человек, но он очень умный. Он сказал потрясающую фразу, что жестокость Сталина была следствием его гиперответственности. Он понимал, что между ним и небытием, что между сегодняшним днем и небытием, исчезновением, причем не для каких там людей, а для всего народа, стоит только он один и ничего больше. Один человек. И он действительно принимал ответственность за существование целого народа. И в этом отношении он был абсолютно последовательным. Посмотрите, Трещанские войны. Кто из наших руководителей отправлял туда своих детей? Знаю два примера. Пуляковский, у которого погиб сын, и Станислав Говорухин, у которого был искалечен сын на Первой Чеченской войне. Наверное, кого-то я упускаю из виду. Наверное. Но при Сталине все руководители своих детей посылали на фронт. Почти все. Я первый раз попал в 96-м в гостевой домик Михаила Сергеевича Горбачева на Волынске. Хороший трехэтажный дом. Меня потрясло, что в трехэтажном доме был лифт. Это потрясло. Я был тогда наивным человеком, я был шокирован этой расточительностью. А сейчас, так сказать, насмотревшись в других домиков, и отнюдь не государствах, и отнюдь не официальных, я готов согласиться с тем, что Михаил Сергеевич Горбачев был относительно скромный человек. Но мысль о том, что все для фронта, все для победы, все для работы, все для прогресса вашего народа, это мысль, которая Сталину была свойственна, которая составляла его суть. Под прогрессом, понимаете, поразительно извращенные вещи, это другое. Но при этом он преследовал задачу общественного блага. Если вы сейчас нашим руководителям скажете про общественное благо, вам ответят, как мне однажды ответили. Извините, но ваша демократия и ваше общественное благо – это враждебная пропаганда Голливуда. Точка. Что происходит в Минобороне? Что в ЖКХ происходит? А что происходит в местных органах власти? Вот в доме, в котором я живу. Пару лет назад за один год три раза покрасили коридор. Понятно, что это в миниатюре то, что происходит в Сочи, то, что происходит на АТС-2019, происходило и все остальное. Сталин стал олицетворением стремления к справедливости. Ничего более жестокого, чем стремление к справедливости, в природе не существует. Но это то, что абсолютно необходимо. Абсолютно. Потому и вспоминают все. Насчет 1937 года, пожалуйста, зарисовка из жизни полустанок в Северном Казахстане. Целины еще не было. Просто полустанок в степи. До ближайшего населенного пункта километров 300. А то и больше. 8 человек, которые чинят текущий ремонт вагонов и паровозов, чтобы они доехали до депо в случае чего. Все. Делать нечего. Поэтому у всех детей от 10 до 16. Приходит телеграмма. Среди вас есть один враг народа. Значит, выявить. Через 2 недели приедет уполномоченный, его сдать. Если нет, то значит все пойдете. Ну, это понятно. Подразумевается. Собираются мужики. Бежать некуда. Степь. Не уйдешь никуда. Все погибнут. Выбирают человека, у которого меньше всех детей было. Три человека. Говорят. Ну вот, у тебя детей меньше всех. Что с нами будет, не знаю. Но твоя семья будет жить так же, как наша семья. Все. Больше его никто не видел. Вот тоже 1937 год. Но при этом его дети выросли полноценными членами общества. Получили образование, кто хотел. И их никто не преследовал никогда. И, конечно, были ситуации, когда преследовали. Да. И писать в анкете отец изменник родины тоже было. Закрывать себе дорогу практически в любое образование. Только высшее, но и среднее. Вот. Но при всем этом. Когда мы смотрим на ничтожество нынешнего руководства. Когда мы смотрим на его мерзость. Когда мы смотрим на то, что да. Сейчас, пожалуйста. Сейчас вас не объявят изменникам родины. Вас объявят вором. Вам подбросят наркотики. Причем не на уровне централизованного террора. Просто потому, что там старлею захотелось. И все. Вы раб. Это ситуация, которой не было в Советском Союзе. Можно было искать справедливость. Можно было пытаться искать справедливость. И иногда люди отбивали своих родственников. Не обладая никакими связями. Просто проявляли энергию. И с одной стороны, с другой стороны им везло. А сейчас эта машинка по перемалыванию людей работает абсолютно тупо, абсолютно беспощадно. Остановить ее нельзя. И тогда не отбирали детей у родителей на основании того, что родители бедны. Тогда помогали. До этого изуверства даже сталинским палачам. Даже сталинским палачам такое изуверство не приходило в голову. То, что сейчас называется ювенальная юстиция. Она работает прямо сейчас. Законы еще не ввели, но она уже работает. И сейчас тогда было понятно. Люди строят. Мы строим новое общество. Мы строим лучший мир для наших детей. И это будет общий мир, в котором будет лучше всем. Есть ради чего терпеть. А сейчас ради чего терпеть? Ради очередной яхты Абрамовича? Ради очередного футбольного клуба, кому-нибудь дагестанского олигарха? Ради очередной дачки какого-нибудь мелкого начальника? Ради чего терпеть сейчас? Непонятно. И на фоне ничтожества и мерзости нашего руководства фигура Сталина встает в исполинский рост и ослоняет с собой всю оставшуюся нашу историю. И когда у нас появится разумное руководство, да, Сталин уйдет в историю. Но не раньше. И я боюсь, что новое руководство окажется в такой ситуации, что ему придется применять не только цивилизованные нормы поведения Сталина, но и то, за что мы сегодня его прецепим. Потому что другого выхода не будет, как этого выхода не было в 20-е годы и в 30-е годы. Сегодняшняя десталинизация – это страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления. И ничего больше. Они мстят Сталина за то, что Сталин был орицетворением справедливости. Может быть жестокой, может быть излишне жестокой, но понятной. Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил России, а не за то, что он убивал людей. Либералы больше всего ненавидят Сталина не за то, что в его даче под Москвой он посадил 60 тысяч деревьев в то время, когда был голод. Хотя 10 лет эти деревья сожжали в Кунцево. Они ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопанных носках. И когда понадобилось что-то на него надеть, выяснилось, что необтрепанных кителей у него нет. Вот это является главным предметом лютой ненависти. Потому что они не понимают, как человек может жить не ради своего кармана, а ради общего блага. Именно поэтому Сталин диктатор и мерзавец, а Гайдар святой. Поэтому Сталин вернется. И дай бог, чтобы это было не исчадие гражданской войны, чтобы за ним лежало относительно мирное, относительно цивилизованное советское воспитание. Но Сталин вернется, потому что эти люди доведут страну до ситуации, когда иного способа спастись от катастрофы и от уничтожения у нас просто физически не будет. Я говорю это без всякого удовольствия. Это будет ужасно. Но это будет значительно лучше, чем смерть. Когда вы смотрите на Чубайса, когда вы смотрите на многих наших других действующих руководителей, то становится совершенно ясно, что альтернатива не между плохим Сталином и хорошим светлым будущим. Альтернатива между новым Сталином и смертью. Другой альтернативы либеральный клан нам не оставляет. Четверть века национального предательства, которое продолжается и по сей день, платить за него придется тяжело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова